В Хабаровском крае изменена система организации питания школьников из малоимущих и многодетных семей. Уже с 1 сентября 2019 года все ученики региона будут питаться по одному меню, независимо от уровня обеспеченности родителей. Дети из малоимущих и многодетных семей станут получать такие же блюда и в таком же объеме, как и их одноклассники, которые питаются за деньги родителей. Краевой закон принят вчера на очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края. Теперь в связи с переходом на новую систему софинансирования питания детей льготной категории путем предоставления субсидий местным бюджетам прекращено осуществление органами местного самоуправления переданного им государственного полномочия Хабаровского края по выплате дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей. Соответственно, с начала нового учебного года предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление данного полномочия будет также прекращено, а средства краевого направят на софинансирование расходных обязательств в форме субсидий муниципальным образованием края в рамках государственной программы развития образования Хабаровского края. Размер компенсации на одного ребенка за счет средств краевого бюджета на обеспечение организации одноразового горячего питания в расчете на одного обучающегося из малоимущих и многодетных семей в год значительно увеличится и составит в южных районах края, городском округе город Хабаровск, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Хабаровском муниципальных районах и муниципальном районе имени Лозо 8100 рублей, приравненных к северным в городском округе город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольском-Амурском, Солнечном, Верхнебуриинском, Советско-Гаванском и Ванинских муниципальных районах 10530 рублей, в районах Крайнего Севера, Ваяномайском, Тугурочемиканском, Охотском, Николаевском, Ульчском муниципальных районах и муниципальном районе имени Полина Осипенко 12960 рублей, В региональной казне 2019 года средства на эти цели уже предусмотрены. Законодательной думой Хабаровского края в июне принят закон, корректирующий краевой бюджет, в котором утверждена необходимая сумма на софинансирование в размере более 86 миллионов рублей. Представитель постоянного комитета думы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа отметила, что финансовые потребности на организацию питания школьников из малоимущих многодетных семей на 2020 год уже рассчитаны. По ее словам, они составят 220 миллионов рублей и при формировании краевого бюджета на следующий год будут учтены.